В Кирове начало второго, программу «Особое мнение» в эфире. Яна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии, Евгению Дрогову, председателю Союза журналистов Кировской области, директору издательства «Краткое» и консультанту проекта по поддержке местных инициатив. Евгений, добрый день. Добрый день. Ну, я думаю, что начнём мы, конечно, с ППМИ, потому что заканчивается, насколько я понимаю, завершается приём заявок по проектам на следующий год, 28 октября, по-моему. Можно сказать, что он сейчас в разгаре, да, 28 октября он заканчивается. Вот, а ППМИ тем временем доживает, скажем так, уже до своего десятилетнего юбилея в следующем году проекта. Ну, через год, да. Первый юбилей. Можем ли мы сказать сейчас, проанализировав вот то, что есть в этом году, насколько у нас проект развивается успешно? Я, насколько понимаю, вы тему в проект местных инициатив презентуете на гражданском форуме, который стартует уже завтра. С чем подошли? Ну, вопрос непраздный и вопрос достаточно сложный. При всех очевидных результатах, которые мы достигли, и которые отражены даже в докладе Минфина. Кировская область – один из регионов, достигших выдающихся результатов в инициативном бюджетировании, в частности, в проекте поддержки местных инициатив. И по количеству проектов, а самое главное, там Кировская область выделена по количеству граждан, вовлеченных в принятие решений. Сколько у нас? Ну, порядок цифр. У нас, по-моему, 4 миллиона уже человек. У нас жителей столько нет, но это просто не по одному разу люди поучаствовали. Естественно, да. Все эти цифры, конечно, впечатляют, особенно те регионы, которые впервые задумываются о таком явлении и о внедрении практик, как инициативное бюджетирование. Но есть, конечно, моменты, которые вызывают опасения. И, собственно говоря, тема нашей секции на гражданском форуме послезавтра, 19 октября, так и звучит. Риски и развитие проекта поддержки местных инициатив в Кировской области. А такие риски? Можем немножко анонсировать? Ну, я думаю, что мы на секции в этом более подробно поговорим. Пусть такая интрига небольшая сохранится. Но я приоткрою завесу. Не секрет, что у нас уже несколько лет существуют ситуации, когда подрядчик, заявляющийся на конкурсной основе на заключение муниципального контракта по выполнению работы в рамках проекта поддержки местных инициатив, деньги получает только в следующем финансовом году. И это, наверное, самый большой и основной риск. Эта ситуация у нас, по-моему, года три уже существует. Ну, она, по-моему, с 2014 года на 2015, когда планировали, и вот с 2015 года, по-моему, она существует такая ситуация. Причем она постепенно складывалась, то есть не вся сумма, планируемая на софинансирование из областного бюджета по ПМИ, сразу была перенесена, она переносилась постепенно. Ну, я так понимаю, что сложно уже подрядчикам не уходить, потому что не все готовы вкладываться. Сегодня и законодательство ужесточается в части требований к муниципалитетам по выполнению своих обязательств по расчетам по муниципальным контрактам. И ужесточение планируется и еще в следующем году. То есть это пока планы, но если это ужесточение произойдет, то еще будет сложнее выруливать вот в этой ситуации. И это, конечно, сказывается и на активности участников, и на привлекательность таких контрактов для потенциальных подрядчиков. А на активности участников почему сказывается? Ну, потому что под удар в первую очередь попадают главы муниципалитетов. У нас уже есть прецеденты, когда подрядчик грозит подать в суд. То есть он подает не на областные власти, не на федеральные власти, а он конкретно так. Естественно, непосредственным заказчиком и исполнителем обязательств по муниципальному контракту является муниципалитет, а должностное лицо, которое несет в первую очередь ответственность, это глава администрации. Если мы говорим об активности людей, 10 лет, мне кажется, это такой достаточно критичный срок, 10-й год. То есть это происходит, 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 как-то развивается. Сначала было мало, потом начали люди вовлекаться, потом начали этим догораться, потом у кого-то что-то сделать получилось. Он подумал, о, здорово, надо попробовать еще что-то сделать. Попробовал еще раз, еще раз получилось. У кого-то, может быть, со второго раза не получилось, разозлился, сказал, ну вот в следующем году точно сделаем. У нас есть примеры, когда из третьего, из четвертого, и даже, по-моему, с пятого уже есть примеры, когда люди добиваются. Добиваются. То есть если есть актуальная проблема, если есть единственный инструмент для решения в виде ППМИ, то и местные жители, и администрации таких муниципальных образований все-таки добивают. От усталости у людей нет от проекта? Есть, конечно. Причем усталость, она в каком-то смысле, мы даже здесь вот в эфире с коллегами, с Михаилом Шевелевым вспоминали разные истории, когда с первого же года у некоторых наступает определенная усталость, которая выражается в том, что наработались, вроде результаты добились, но так тяжело, трудно и с многими рисками и так далее, что хочется там отдохнуть в какой-то момент. Есть истории, когда при прочих равных условиях, при такой усталости руководством муниципалитета, люди, которые непосредственно отвечают в этих муниципальных образованиях за работу с населением, курируют проект поддержки местных инициатив, взаимодействие с главами сельских поселений, они понимают, что этот ресурс один из немногих, который муниципалитеты на уровне районов, на уровне сельских поселений могут использовать для того, чтобы конкретно что-то уже в следующем году сделать хорошего, полезного, как-то улучшить свою жизнь, улучшить инфраструктуру, наладить взаимодействие с людьми. Но периодически мы, конечно, слышим о том, что некоторая усталость накапливается, но это ведь еще и сигнал для того, что, наверное, надо пересмотреть свои подходы, взаимодействие с населением. Иногда главы устают от того, что либо не стремятся более активно жителей вовлекать. В каждом населенном пункте, в каждом сельском поселении, в городском есть актив определенный, есть активисты, есть люди неравнодушные, которые готовы вовлекаться и готовы ввести за собой оставшиеся 90% и больше населения, но с ними надо вступить в контакт, их надо зажечь, их надо за собой, как говорится, повести, чтобы они поверили, чтобы они увидели, насколько сложно сегодня работать главам, в каком они практически бесправном положении находятся. Вспоминается сцена из незабвенного фильма «Тот самый Мюнхгаузен», когда бургомистр в диалоге с герцогом говорит, что он каждое утро в 9 часов должен быть в магистрате, он туда идет, и он не может сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Это такая метафора Марка Захарова, она для многих муниципальных образований сегодня Российской Федерации, не только в Кировской области, очень актуальна и звучит остро, а не с юмором по большей части. В общем, для многих глав мы это такая, наверное, и способ лучше чем-то жизни, да, жить. Но и определенный подвиг в этом есть, и что-то героическое вообще в работе многих муниципалитетов, многих администраций сегодня есть, а уж в работе в ППМИ, тем более. Секция по рискам и перспективам развития проектов инициативного бюджетирования в Кировской области анонсируем еще раз в эту пятницу, 19 сентября, с 13.30 на площадке Детского космического центра, Гражданский форум. Будет и вы, будет Михаил Шевелев. Евгений Дрогов в нашей студии, председатель союза журналистов Кировской области и консультант проектов по поддержке местных инициатив. Еще одна тема, связанная с ППМИ, специально Евгений просил вас посмотреть заранее, да, ознакомиться, может быть, с документацией какой-то. В нашей студии в этот понедельник были представители Великорецкого, села Великорецкого, жители. Там история с ППМИ не очень красивая получилась, как мне кажется. Ну, во всяком случае, как это выглядит сейчас в СМИ. Был создан проект по благоустройству территории кладбища в Великорецком. Кладбище там, я напомню, не совсем современное, да, там есть и старинное захоронение, ну и вообще Великорецкое это памятник фактически, да, в нашей области, куда каждый год с крестным ходом огромное количество людей добирается, в том числе не из Кировской области, да. И вот, значит, на территории кладбища, как говорят местные жители, кроме сухостоя, вырубили в том числе реликтовые деревья и на территории кладбища, и рядом с ним. Жители этого не ожидали. Жители, как я понимаю, подписывались и скидывались деньгами на то, чтобы территория была, а, очищена, в том числе было расчищено место для новых захоронений, и, б, как-то благоустроено, то есть появились, может быть, дорожки какие-то, еще что-то. В замене этого они вот получили вырубленные деревья и пеньки. Вот это так выглядит. Вот проблема очень, на самом деле, сложная. Я, во-первых, должен был быть там в этом году на собрании, 15 августа. И когда я уже туда отправился, мне позвонили из Юрианского района, из администрации, и сказали, чтобы я туда не ехал, потому что собраний не будет. Вот сейчас, Евгений, я прошу прощения, да, на этом мы маленькую паузу, полминутную сделаем, сходим на перерыв и вернемся. Продолжаем особое мнение с Евгением Дроговым, консультантом проектного офиса, консультантом проектов по поддержке местных инициатив, председателем Союза журналистов Кировской области. Село Великорецкое, история с реализацией проекта ПОПМИ. Евгений, в этом году, ну, можно так сказать, скандал, да, в Великорецком вырубили на кладбище вековые деревья, как говорят местные жители, вместо благоустройства. Евгений остановился на том, что должен был ехать в Великорецкое и проводить там как раз собрания. Участвовать в проведении собрания, да, то есть намечена была конференция, насколько я понимаю, но в последний момент оно было отменено, причем по звонку из администрации района. Вот, я тогда о причинах отмены не знал и вообще о скандале я узнал чуть позднее. Это было в июле, да, по-моему? Это было 15 августа, должно было быть собрание, насколько я понимаю, история началась чуть раньше, за несколько дней до этого. Я прочитал несколько материалов разных СМИ. Я послушал эфир вот с Сергеем Ивановым, главой крестьянского фермерского хозяйства из Великорецкого, который в понедельник с Александром Баудаковым у вас в эфире эту тему обсуждали. Я поднял документы. Я запросил в Министерство социального развития документы по этому проекту. Мне прислали заявку, мне прислали копию сметы и дефектной ведомости. И так-то картина была достаточно сложной. Могу сказать, что она менее сложной не стала, но кое-что для меня прояснилось. Ну, надо сказать, наверное, в начале о том, что я уже бывал в Великорецком в рамках проекта поддержки местных инициатив. И был на собрании, когда Елена Сергеевна, глава поселения, Пожидаева, только начинала работать главой. И я помню ее желание сделать полезное для села совместно с жителями. И каким трудом ей давался контакт. То есть вовлечь жителей в некоторых населенных пунктах бывает очень тяжело. Особенно в тех населенных пунктах, которые привыкли к тому, что для них все делается кем-то. Ну, вот валится как из рога изобилия или из какой-то манной небесной. А в Великорецком валится? Я вот, честно говоря, не помню. В Великорецком на протяжении нескольких лет вкладывались достаточно большие деньги в инфраструктуру, в преобразование. Я не скажу, что это плохо. Это для отдельного села, это очень хорошо. Тем более для села... Всем бы так. Да, всем бы так. Село Великорецкое – село непростое. Да, это духовная метка, скажем так, Вятского края, и не только. Все знают про Великорецкий крестный ход и про то, сколько человек туда приходит ежегодно, и как туда влечет и гостей наших, и самих жителей Кировской области. И высоких чиновников туда возник. И высоких чиновников, и разных представителей разных сфер туда всегда возник. Вообще благоустраивали. Да, благоустраивали, и там какие-то ремонты были, и дорог, и водопроводы, и школу там отремонтировали, и так далее, и так далее. И в какой-то степени к этому человек привыкает, и когда его пытаются вовлечь в такой проект, как проект поддержки местных инициатив, где важно личное участие, личное обсуждение и личный вклад еще деньгами, ну, не все на это, скажем так, идут. Хотя усилия, которые местная администрация предпринимала из года в год, и что-то там происходило, там какие-то проекты реализовывались, что-то делалось, и, собственно говоря, никаких до этого скандалов там не происходило. Вот. Давайте посмотрим с точки зрения заявки на проблему. Вот перед нами заявка лежит, распечатка заявки, которая была подана в Министерство социального развития в прошлом году. Я поговорил с консультантом, который там был на собрании в прошлом году, Дмитрий Пандин. Он сказал, что это была конференция, присутствовало несколько человек на собрании, которые представляли интересы всех жителей. И речь шла о благоустройстве кладбища, за что, собственно говоря, и проголосовали. Там было расписано, что входит в понятие. Да, вот смотрите, есть такой пункт в каждой заявке, в каждый год, с первого года, описание проблемы, решение которой направлена инвестиционная программа. То есть вот этот микропроект, который реализуется с жителями в рамках Попу-Мэй. Здесь написано, что за годы существования кладбища скопился мусор, старые деревья, которые падают на могилы, разрушают существующие надгробия, что средств поселения на самостоятельную, качественную очистку не хватает. И чтобы не прослыть и ванными, не помнящими родства, они хотят вот эту необходимость очистки и уборки территории кладбища, как одну из самых актуальных проблем реализовать в рамках Попу-Мэй. Тем более, видимо, были множественные обращения жителей в администрацию поселения и так далее. Вот, смотрим, то, что заполнено дальше в рамках объяснений, вот что предполагается сделать. И в табличке, объясняющей состав строительных работ, мы видим, что в смете предусмотрена валка деревьев, омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов и погрузка и вывоз 140 тонн мусора, в скобочках, спиленных деревьев, кустарников, мусора, находящегося на территории кладбища. Это заявка. Дальше. Есть табличка, в которой расписаны все строительные работы, предусмотрен строительный контроль в размере примерно 1% от стоимости проекта. Также предусмотрено, и здесь есть описание, вклад, неоплачиваемый вклад в население. По этому вкладу, его размер оценен 17 тысяч рублей, предусмотрена уборка территории по внешнему периметру кладбища. 900 метров, ширина 4-5 метров от границы кладбища, сбор и погрузка в транспорт. То есть это жители обязались сделать в рамках этого проекта. Сами. Сами. И вывоз на полигон, ТБО, трактором. И здесь указана фамилия собственника трактора, который предполагается, что это будет сделано. Вот в заявке все расписано. Единственное, что я не вижу, чтобы там было как-то конкретизировано, что вырубают деревья, хорошие деревья. В том-то и дело. Давайте еще посмотрим. Жители шаловались на это. Вот. Давайте посмотрим еще дефектовку и смету. Вот она тоже перед нами. Что мы здесь видим? В смете мы видим валку. Ну, это все соответствует дефектовке. Собственно говоря, дефектовке основания для ТЗ, которые отражаются в смете. Валка деревьев мы здесь видим. Разного калибра. Двумя статьями. Омоложение живых изгородей, мягких, с обрезкой побегов на пень до 100%. Я не до конца понимаю, что это такое, но можно догадаться. А также перевозка грузов автомобильными самосвалами, грузоподъемностью 10 тонн на расстояние до 27 километров. А также погрузка при автомобильных перевозках лесопиленного, поганажа плотничного и шпал. В смете уборка мусора. То есть, какие-либо операции, связанные с его уборкой, расчисткой, какой-то переноской, в смете не заложено. Почему? А вот здесь самый главный вопрос. А как так получилось, что жители голосовали в рамках проекта за одно, а сделали в итоге другое? Более того, если мы посмотрим заявку, здесь есть перечень из членов инициативной группы. Пять человек инициативной группы. Указаны руководители инициативной группы, которые, между прочим, подпись свою вместе с главой администрации ставят в заявке. Вот я не увидел ни в одной из статей, ни в одной из публикаций, посвященной этой проблеме, разговора с этими представителями инициативной группы. То есть, что они хотели, как они намеревались вот те свои ожидания реализовать, в том числе выполнить свои обязательства, которые они в рамках ППМИ планировали, закладывали, описывали в заявке. Между тем... Смету составляла ведь не инициативная группа. Смету составляет муниципальная власть. Мы каждый год, мы консультанты и проектный центр в лице Министерства социального развития, сотрудники, которые отвечают за проведение конкурса за реализацию ППМИ, мы каждый год стараемся максимально полную информацию довести до интересующихся в лице представителей муниципалитетов, в лице активных граждан, которые могут инициировать проекты, стать председателями инициативных групп. И, собственно говоря, все эти наработки каждый год в разной форме выкладываются, доводятся в виде презентации, каких-то записей и так далее. И с ними всегда можно ознакомиться. Понятно, что каждый год появляются новые люди, которые, возможно, впервые об этом слышат или впервые плотно сталкиваются с тем, что нужно это все делать, как-то начинать реализовывать, привлекать жителей. И каждый год мы говорим о том, что проект работает, когда существует связка между взаимодействием, между администрациями и жителем. Здесь налицо явно какой-то провал во взаимодействии. Возможно, жители не сочли необходимым поучаствовать в составлении СМЭТ. Возможно, глава администрации понадеялась на то, что, может, она с кем-то консультировалась. Я не знаю. Здесь, мне кажется, необходимо не только на уровне общественной палаты в городе Кирове проводить какие-то дискуссии. Надо выезжать на место и привлекать не только возмущенных жителей, которые подняли весь этот конфликт и всю эту проблему вытащили. Причем, как мне кажется, вытащили достаточно однобоко. Но и тех жителей, которые записаны в инициативную группу, привлекаются, вовлекаются в процесс в качестве членов инициативной группы. У них даже здесь телефон указан председателем инициативной группы, но и роли, полномочия, сфера ответственности этих членов инициативной группы прописаны. Надо спросить саму Елену Сергеевну, как она планировала выполнять благоустройство, которое подразумевает не только валку деревьев и вывозку спиленных этих деревьев, но и вывозку мусора, который надо как-то собрать, прежде чем вывезти. Более того, насколько я понимаю, в рамках этого проекта они планировали не просто убрать мусор сухостой, расчистить какие-то заросли, которые мешают даже пройти к могилам, но и расширить территорию этого кладбища старого. И вот в моем понимании расчистка территории, где растут деревья, чтобы можно было там производить захоронения новые, но невозможно без того, чтобы эти деревья убрать. Более того, не просто спилить деревья, но и выкорчевать пни, а корчевка пни, например, сметой не предусмотрена. Как они собирались, эту корчевку, и собирались ли они ее производить. То есть здесь, мне кажется, какой-то системный сбой случился на этапе планирования этих работ, на этапе составления сметы, на этапе взаимодействия с населением до того, как появится готовая смета, а потом выигравшая заявка будет в виде сметы торговаться на площадке департамента госзакупок, чтобы заявился подрядчик. Вопрос тоже к подрядчику. То есть то, что там были какие-то деревья спилены, помимо тех, которые необходимы, возможно, опять же нужно разбираться в этой ситуации детально. Ну вот сейчас уголовное дело заведено, по факту превышения полномочия. Да, вернемся к тому, что заведено уголовное дело, да, и соответствующие инстанции должны разобраться. Вот, а людям-то, людям-то сейчас что делать? Люди хотели получить благоустроенное кладбище. Им в следующем году, но сейчас они уже, наверное, не успеют. Им снова заявку подавать? Надо разобраться сначала. Или по этой заявке все-таки они добьются того, что получат? Надо разобраться по этой заявке. Надо разобраться. Есть ли какие-то нарушения со стороны администрации? Так. Возможно, никаких по закону нарушений, скорее всего, нет, да, но, понимаете, то, что эта проблема вот таким образом всплыла и появился какой-то резонанс общественный. Да, он появился только потому, что это великорецкое. Если бы это было какое-нибудь отдаленное село на окраине области, мне кажется, ничего бы не было. Ну, возможно, возможно, что это великорецкое, но вот те механизмы, которые в взаимодействии разных субъектов в ППМИ заложены, мне кажется, вот это взаимодействие-то заложенное в ППМИ сработало в итоге. Хотя вот Сергей Иванов, глава фермерского хозяйства, я посмотрел, он не является участником инициативной группы. Но местным жителем является... И спонсором не является, между прочим, да. Хорошо. Евгений Дрогов в нашей студии, консультант проектов поддержки местных инициатив, председатель союза журналистов области. Сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Продолжаем с Евгением Дроговым, консультантом проектов поддержки местных инициатив, разбирать ситуацию в Великорецком, где как раз в рамках реализации проекта ППМИ вот возникла не очень красивая история с вырубкой деревьев на местном кладбище. Причины? Отсутствие контроля. Я думаю, да. Что со стороны жителей, я не знаю, в чем здесь, вот, скажем, глубинная причина. Это привычка, о которой мы говорили, да. Вот дать задачу власти, да, и пусть она делает. А власть сделала так, как, ну, вот, как... Как бы показалось правильно. Как сделала, да. Никого рядом, может быть, не оказалось, кто подсказал бы, да, вот конкретному человеку, что нужно предусмотреть в смете. Мы последние годы тоже в рамках ППМИ каждый год... В этом году мы вообще семинары-тренинги проводили. Кстати, из Юрьянского района, я вот сейчас не помню, но, по-моему, или не было никого, или было очень мало представителей. Это для муниципалов управления. Да, вроде какие-то... Причем, отдельная тема этих семинаров-тренингов была посвящена как раз качественной проработке технических вопросов при составлении СМЕД. Что... На что нужно обращать внимание, с кем посоветоваться, куда обратиться. Причем всегда можно и у себя в районе проконсультироваться, и в Министерстве социального развития, и к каким-то другим специалистам обратиться, и даже к коллегам муниципалам, которые что-то подобное делали. Я понимаю... Я настолько... Вот, насколько я понимаю, произошедшее, да, какие-то работы невозможно было сделать без захода техники на эту территорию. То есть, если говорить об уборке, там, вековых деревьев, да, другой вопрос, те ли деревья были убраны, вообще была ли в них необходимость в этой уборке этих деревьев, как в этом жители участвовали. Если они только... Жители, похоже, никак не участвовали. Да, если они подняли шум только тогда, когда увидели, что происходит что-то, что идет вразрез с их представлениями о том, что там должно происходить, ну, вот вопрос взаимодействия, опять же. И отсутствие контроля. К сожалению, к сожалению. И такие примеры, ну, случаются в рамках ППМИ тоже. Это первый случай в области вот настолько громкий? Или были уже? Не могу сказать. У нас даже первый год самой была ситуация, когда там прокуратура возбудила дело по сносу памятника местного значения, как выяснилось, да, по документам. А на самом деле это было полуразваленное кирпичное здание, которое в селе мешало, собственно говоря, ну, то есть портило внешний вид. И создавало опасность для детей. Создавало опасность для детей, там, пожарную и прочую всякую безопасность. И когда на собрании в рамках ППМИ было принято решение гражданами, жителями убрать это здание, благоустроить эту территорию, там, какие-то клумбы разбить и так далее, все это было сделано в рамках ППМИ. И, собственно говоря, когда прокуратура стала разбираться и увидела, что это решение, которое было принято публично с соблюдением требований местного законодательства с учетом нормативно-правовой документации, которая в поселении действует, что, собственно говоря, имеющая силу закона решение на местном уровне принятое, было, так сказать, реализовано, да, вот в рамках ППМИ как инструмент был задействован. Все, собственно говоря, все обвинения там с головы были сняты. Ну, вот здесь, я так понимаю, тоже мы ждем какого-то результата по итогам проверки. То есть, тут, смотрите, проблема с одной стороны, с точки зрения законодательства, да. А людям-то, людям-то что делать? Вот, возможно, что с точки зрения законодательства не было ничего нарушенного. С точки зрения желания жителей получить благоустроенное кладбище, да, вот тут большой вопрос. И надо смотреть, что теперь можно сделать в этом. Потому что обвинить кого-то одного, да, всегда легче. Всегда легче сказать, вот ты виноват, повесить всех собак, и, собственно говоря, а дальше что? Это ведь вопрос взаимодействия местного сообщества на уровне муниципального образования. Территория кладбища, например, это территория муниципалитета. Она не подпадает, там, под лесное законодательство и так далее. И взаимодействие с подрядчиком, с администрацией как с заказчиком, с жителем, которые хотят получить то, что они хотели получить, там, внося свои деньги, да. Но, возможно, вот составляющая, связанная с более активным участием жителям во всех процессах на всех стадиях, от составления сметы до взаимодействия с подрядчиком на этапе реализации и там приемки этих работ. Вот на это надо обратить внимание в первую очередь. Можно, наверное, что-то еще исправить даже в этом году. В общем, вот такая вот история, которая, наверное, должна быть примером таким, да, для жителей всех, кто каким-то образом пытается там, да, вовлечь... То есть, еще раз, эта история не про то, что я вот внес деньги, как откупился, да, и отстаньте от меня, и делайте, что хотите, но я хочу получить то, что я хочу. Если не было широкого обсуждения, что конкретно, какие деревья, насколько я понимаю, комиссия не ходила и красной краской там то, что нужно убрать, не помечало. Возможно, есть какой-то умысел еще и со стороны. Может быть, непонимание. Опять же, тоже обвинять голословно подрядчика тоже не хочется. Может, было непонимание какое-то. А если посмотреть смету, ну вот я должен убрать такое количество деревьев, да, если надо мной инициативная группа в составе пяти человек там и активных жителей, в составе там каких-то предпринимателей, которые тоже переживают за родное село, не стоит, то я буду делать то, что я хочу. Вот мне кажется, это надо убрать, оно мне мешает. Да. Сложная проблема. Хорошо. Дождемся все-таки ответа правоохранительных органов. Посмотрим, чем закончится. Еще две городские темы хотела с Евгением обсудить. Не знаю, успеваем мы или нет. Давайте попробуем. Касаются они оба внешнего вида города, так или иначе взаимодействие администрации и, скажем так, усиление действия администрации после всколыхнувшегося такого общественного мнения. Первое – это установка желтых ограждений, гарантирующих безопасность пешеходов в городе Кирове, причем установка не только в местах, ну, скажем так, где большие там трассы, детские учреждения и прочее, но вот установка на аллее Октябрьского проспекта, что вызвало наибольшее возмущение. Теперь, я так понимаю, установленные за бюджетные деньги ограждения будут убирать. Делать за бюджетные же деньги лежачих полицейских и рисовать зебры, распорядился Илья Шульгин. Ну, предложил, по крайней мере, вчера на совещании, насколько я понимаю. Вы, Евгений, Октябрьский проспект оценили уже? Я, к сожалению, не видел вот именно вживую эти заборы, но я их видел на фотографии. Да, и как? Ну, ужасно. Давайте вспомним вообще, как эта вся история начиналась. Она начиналась еще 10 лет назад. Некоторые активисты возмущались тем, что в местах, где аллея по Октябрьскому проспекту прерывается на проезды перпендикулярно идущих улиц, никак не обозначены эти пешеходы. Ну, то есть, люди по логике существования этой аллеи должны пересекать эти места, но никакой ни разметки, ни специальных светофоров, ни еще каких бы то ни было ограничений, скажем так, для автомобилистов не предусматривают. И понятно, что эти места попадают в зоны, скажем так, повышенной опасности для пешеходов. Я не знаю, какая статистика, есть ли она по аварийности и травмированности пешеходов в этих зонах. Ну, вот приводили пример перекресток Октябрьского проспекта и Труда. За два года шесть ДТП с пострадавшими пешеходами, один из них погиб. Вот именно в этих местах, где прерывается аллея? Или вообще в любви? Именно перекресток Октябрьского проспекта и Труда, где установили сплошное заграждение, которое возмутило жителей еще больше, чем заграждение на перекрестке Октябрьского и Герцена. Когда эта тема в последний раз всплывала несколько месяцев назад, для меня было очевидным, что действительно проблема существует. Но я не думал, что она будет решена таким образом. Потому что по логике существования этой аллеи все-таки должно быть беспрепятственное... Хождение пешеходов. Хождение пешеходов. И по логике, вот то, что сейчас предлагает глава администрации города... Нарисовать зебры и положить лежачих полицейских. Вытекало, мне кажется, с самого начала. Почему пошли по пути, мне кажется, наиболее легкого сопротивления в этом случае, не обсудив ни с кем, не посоветовавшись... Потому что дали денег на желтые заборы, как накануне объяснил мне Роман Титов. Ну, может быть, эти желтые заборы уже где-то были, и надо было их куда-то употребить. У нас уже была история, связанная с холодильниками, которые... Да, с колесом. Да, которые владелец ставит там, где хочет. Может быть, и заборы у нас желтые тоже подпадают в эту категорию, я не знаю. В общем, зебра и лежачие полицейские, это логично. Заборы не очень. В общем, заборы не очень. А в других точках города, не на Октябрьском проспекте. Вы знаете, насколько можно себе представить, авария с участием пешехода может произойти в любом месте, в том числе там, где этот пешеходный переход обозначен в виде зебр, и даже на светофорах. То есть, сама по себе пешеходная дорожка обозначена, знаки, разметки и даже светофоры на 100% не являются гарантией безопасности. В этом смысле, наверное, только подземный какой-то пешеходный переход может гарантировать то, что, войдя в этот пешеход, на тебя машина не наедет. Хотя у нас бывали случаи в России и в Москве, когда автотранспорт даже в эти пешеходные переходы врывался по лестнице. Но я боюсь, что в других точках города вряд ли, конечно, будет принято решение о демонтаже. Единственное, чего бы хотелось, наверное, всем нам, чтобы выглядели эти ограждения как-то более прилично. Насколько я посмотрел общественную дискуссию в соцсетях, мнения разделились. Одни говорят, что ничего страшного, если три раза надо будет перейти по пешеходным переходам, чтобы попасть снова на другой участок аллеи. Другие говорят, что почему нельзя было сразу подумать и сделать не самое банальное решение, которое пришло в голову. Евгений Дрогов в нашей студии, председатель Союза журналистов Кировской области, директор издательства Украдкой, консультант проектов по поддержке местных инициатив. Время нашей программы истекает. К сожалению, Евгений, прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо.